Музей археологии открыли в сельской школе в Акмолинской области. Там собрали десятки артефактов. Также при учебном заведении запустили археологический кружок. Это позволит школьникам села Красный Яр принять участие в настоящих раскопках. Наш корреспондент Аслан Абуталипов продолжит тему. Самат Тасмагамбетов ученик 8 класса в археологии. Он знает не понаслышке. За последние два года юный ученый побывал на раскопках и написал научную работу. Несколько артефактов, найденных Саматом, пополнили фонд школьного музея. Артефакты, то есть керамические изделия, сейчас находятся в нашем кабинете музея. Для меня это большая гордость. Сейчас интерес у моих сверстников появился к истории и археологии. Я делюсь тем, что знаю сам, рассказываю им, как проходят раскопки, показываю находки. В клуб археологии набрали уже 15 учеников. Самое интересное, мы тут будем изучать не просто историю Казахстана, но и историю родного края, тех мест, где мы живем. Поэтому нашим школьным кабинетом-музеем интересуются ученики других школ. Спрашивают, можно ли прийти к нам. Начинающих историков в школе немало. Инициатором открытия такого музея стал учитель истории Серик Искаков. Педагог за свой счет оборудовал музей и пополнил его фонды десятками артефактов. Открыть такой кабинет истории и археологии в школе было моей давней мечтой. Многие из учеников не понимали, зачем нужна археология, о чем эта наука и ее значение. Теперь на уроках истории они могут прийти сюда, закрепить знания, подробно посмотреть экспонаты, поддержать руками. Поэтому все это запоминается, вызывает интерес к истории родной страны и чувство патриотизма. Сейчас в области насчитывается почти 230 таких школьных музеев. 154 краеведческих кружка посещают более 3000 учеников. Дети каждый год участвуют в археологических раскопках. Каждый год проводится конкурс школьных музеев. К слову, в этом году в области открыли почти 20 таких музеев. Отдельно мы проводим конкурс и форум юных историков и краеведов, где ученики собираются вместе и делятся своим опытом и достижениями. Все это мотивирует ребят на изучение истории родного края и научные поиски. По словам специалистов, кабинеты археологии при школах открывают благодаря инициативам учителей. Финансирование не предусмотрено, поэтому местные педагоги просят выделить средства на оснащение школьных музеев. Аслана Буталипов, Евгений Шинкаренко, Кокшетау, Хабар, 24.